Сидим сейчас на первом месте. Радостные, как выразили их словами. Аллилуйные. Посетили людей, нуждающихся в общении. Дальше посмотрите. За гранью того, что есть сейчас. Но самих себя поставьте туда. Притом я не хочу, у меня все время об этом думал. Как быстро все это кончится. Как мы будем искать вот эти дни. Как мы пожелаем вернуться к этим радостным дням, благодатным. Когда были мы вместе, молились. Этого ничего-ничего не будет. Будет невиданное гонение. Когда ни продать, ни купить. Это все уже прямо буквально завтра может быть. Все рядом. Этих детей, чтобы заберут от родителей. Вот эта ювенальная сица как-то как-то начнется. И ни одного нет, который не был бы уязвлен этой заразой. Вот этих вот ребят ваших, там переколотят вас, вот всех. Он не хочет об этом думать. А ты не думай об этом. Ты смотри. Бабжень, готовьтесь к этому. Все пророки об этом думали. Когда выпускают детишек, они прыгают, как телята играют, говорят. А он за этим видел страшную катастрофу Иерусалима. И нам эти книги полезно читать. Я сегодня, как я говорю, читал Исаия, пятая глава. Вот я увидел так, как будто первый раз я увидел. Я взял лупу, да, смотреть окончание слова. Как будто я никогда не видал. Я посижу, опять беру лупу, через лупу окончание читаю слов. Воспою возлюбленному песнь возлюбленного о винограднике моем. Бог говорит, я все сделал. Что еще для вас сделать? И почему, когда я ждал грозды, виноградной кисти, родилась дикая ягода? И одни тернии волшки и репей растет. Почему? Что я вам еще не додал, Бог говорит, чтобы вы были счастливы? Чего у тебя в жизни не хватает? Почему ты так живешь? И далее Бог раскладывает картину. Пророк для того и пишет это. И далее жуткая картина опустошения. Все пойдут в плен. Все зарастет крапивою. Тебе ни комбайна не нужны будут, ничего нет. Ни дети, ничего. Мать будет колоть, резать детей своих и есть, варить их. Это Пророк говорит. Говорил в одни благоденствия. И он один это видел, а другие ничего не видели. Видели, говорят, сегодня напились секеры, а завтра еще тоже будет и даже больше. Люди-то это видели. А зачем об этом думать? Вот и вопрос, почему не думаем? Вот у меня настрой все время такой. Вот я еду один, где-то. Я все время прощаюсь непрерывно со всем этим. Для меня сегодня война, сейчас, говорят, превентивная. Удар может атомной бомбой быть по местам. Вот вчера так и передавали они. Америка готова сегодня нанести их уже. Разгромить. Я вижу все полыхающим, горящим, ничего нет. Господи, как я рад, что ты мне все это дал знать раньше. Я это пережил все. Перегорело во мне. И поэтому я гляжу на это, на все, прощаюсь. Их не будет. Это пойдут в чужие гаремы там и все. И поэтому ты его обнимешь, как самого дорогого и близкого. Больше ничего дороже от него нет. Да ты последний раз его обнимаешь. Какой же он хороший. Он верующий в Бога. Его начнут учить убивать. И вживлять ему электроды сюда. Бог говорит это для того, чтобы мы научились ценить сегодняшнее благодатное время. Такое же оно хорошее. Я вел занятия, непрерывно говорил. Такого времени, как у нас в России, никогда не было. Такая свобода. Такая радость. Я не буду ничего говорить. Вот он стоит у нас, Евгений Долгов. Вот он. Про него померло. Видишь, у Лаграда стоит. Там 40-20 гектаров взял. Сегодня 6,5 тысяч гектаров обрабатывают. Но 16 человек все. Вот где надо фильм это снимать. То есть он воспользовался. И когда все у него отберут, отберут в один день. Китаец. Он скажет, я воспользовался как мог. Я это постоянно в университете говорил. У нас отнимут все. Но мы все скажем, мы по полной программе воспользовались. Мы собирались, молились, благовествовали, издавали книги. Мы этой свободой, данной нами, по полной катушке воспользовались. Мы не проклинали правителей. Мы молились за них. Мы желали блага стране и ценили, и понимали, это все скоротечно. Как долго Бог терпит. 20 лет этого бедлама. 70 лет коммунистической тирании. Какой же Бог долготерпеливый и многомилостивый. Я не то, что начитался и теперь коллаброжий умом. Я просто живу этим. Дети играют. Я на все смотрю через призму священного писания. И другого ожидать не приходится. Другого не будет. И люди живут такие беспечные. Вот это Завьялова, Шарчина, Ребриха. Бог все сметет мгновенно. И все будет другие люди, другой нации. Мы рабами убитые и зарытые. Только детей оставят. Мальчика сразу убивают всех. Так делал Израиль, когда входил на чужую территорию. Так делал и Магомед. Но это все детская игра по сравнению с тем, что нас ожидает. С тем. А ожидает нас не иное, а только это. И поэтому, собравшись, сидя-сидя здесь, мы должны сказать, Господи, ничего лучше нельзя придумать. Да как же ты любишь нас? Ты нам позволил быть здесь. Неверующие в окна смотрят. Знают, что это верующие. Они не нападают, не убивают. А может, даже и хотели бы быть с нами, послушать. Какие же мы счастливые. А тогда каждый будет кидаться, как дикий зверь. Всем будет сказано, убей его, завладей его домом. Вот что. Мы попросим.